Доброе утро, Сергей. Доброе утро, доброе утро. Дорогие радиослушатели, очень рад вас приветствовать из города Калининграда, я впервые. Впервые в Калининграде. А вы знаете, вы такой загоревший, вот как будто не на МКС были, либо совсем близко к солнышку где-то там были, потому что очень загар такой, не балтийский. Спасибо, но это отчасти балтийский загар. Я вчера успел посетить побережье, проехать по городам Калининградской области. Но в целом много у меня командировок, и в Средней Азии был, наверное, там загорел. Ну и на МКС рядом с солнышком тоже можно очень хорошо загореть. У нас есть большие иллюминаторы, которые мы называем солярием. И когда солнце на закате или на восходе, она как раз попадает в этот иллюминатор, и можно хорошо там загореть, даже обгореть, если больше 20 секунд находиться неподвижно перед ним. Такой экстра загар. Экстра солярий, да. А вообще сколько раз за сутки на МКС рассветы, сколько раз закаты? Ну, МКС за 90 минут примерно облетает вокруг Земли. Соответственно, за сутки мы 16 раз встречаем рассвет. Как романтично-то. Не надоедает вообще такая история. Так и причем там облаков-то нету, туч нету, и вообще сидишь и смотришь. Да, всегда солнечная погода. И звездное небо, и яркое солнце. Но мы не всегда сидим и смотрим. Конечно, очень много работы на станции и в иллюминатор. Столько в свободное время по вечерам. Кстати, очень интересно, ваш рабочий график на МКС. То есть во сколько вы просыпаетесь, если это можно так назвать? Нет, это уже второй вопрос. Самое главное, как попасть на МКС? Потому что космонавтов много, не каждый попадает вообще. Что это за история такая? С чего все начинается? Да, с 2012 года попасть в отряд космонавтов стало не то чтобы проще. По крайней мере, понятно, как это сделать. И молодые люди, которые мечтают стать космонавтами, девушки, они могут уже со школы представить и понять, что им нужно сделать для этого. Роскосмос каждое несколько лет объявляет набор, в котором могут принять участие все, кто удовлетворяет требованиям, которые выставлены на сайте Роскосмоса. Это, во-первых, образование, приветствуется техническое образование, военные летчики, конечно, традиционные, медики. Определенный стаж работы несколько лет. И перечислены требования по физическим нормативам и какие медицинские обследования нужно претенденту пройти. Когда человек собирает эти документы, отправляет в Центр подготовки космонавтов, наши специалисты изучают и уже приглашают отобранных на заочном этапе претендентов для очного. Он проходит примерно полгода. Их исследуют психологи, врачи, профессиональные комиссии, которые проводят собеседования. Опять сдают все нормативы и уже отбирают примерно 6-8 для каждого набора человек, которые проходят потом два года общей космической подготовки, сдают экзамен, становятся космонавтами. И потом еще буквально лет 5-7 проходят до первого полета в космос. А говорят, вообще такая жесткая подготовка, потому что из того, что мы видим по телевизору, это только когда человек катается в центрифуге, так называемой. Да-да-да, врачи бесконечные. А вообще, что еще приходится пройти до того, как ты полетел в космос? Да, центрифуга — это самое такое зрелищное, интересное для испытаний, но не самое сложное, на самом деле. По сравнению с другими испытаниями, я, например, центрифугу жду, как такое развлечение. Как кайф какой-то. Очередной раз испытать себя. Но вообще, на самом деле, очень много теоретической подготовки, много экзаменов, зачетов. Мы изучаем системы корабля космического, космической станции, действия в нештатных ситуациях, научные эксперименты, которые нам необходимо будет проводить. Все это досконально изучается. Много испытаний, связанных с таких психоэмоциональных. Это прыжки с парашютами, когда мы в свободном падении решаем какие-то задачи. Психологи это все отслеживают. Пилотирование самолетов, погружение в гидролаборатории, барокамера. И вот одно из самых таких серьезных испытаний и волнительных для нас — это сурдокамеры, когда будущего космонавта помещают в изолированную комнату. Она изолирована, как студия на радиостанции от внешних звуков. Не проникает никакая информация, никакие звуки. Сюда, слава богу, что-то проникает всегда. Еду нам передают через шлюз, то есть мы не видим людей. При этом нас ведет психологи через видеокамеры. И суть этого эксперимента, исследования в том, что мы не должны спать трое суток. Под наблюдением и постоянно выполнять какие-то действия. Вы спрашивали, чем мы занимаемся. Как распоряд огня на МКС составлен. То есть каждая минута расписана. Мы встаем в 6 утра, в 7 начинаем работать. А в 6 утра по какому, кстати, времени? По Гринычу. Чтобы было удобно и ЦУПу в России, и ЦУПу в Хьюстоне, потому что станция международная. Выбрали промежуточную точку. И каждая минута расписана, постоянно мы что-то делаем. Также в сурдокамере постоянно выполняем различные задачи. Это психологические тесты, математические задачи, творческие какие-то задания нарисовать, свой автопортрет. И при этом нельзя спать. То есть вам дают задание, задание, задание. Да, ни на секунду нельзя отключиться, закрыть глаза, сразу разлучит неприятный сигнал, и на этом эксперимент может закончиться. У меня так бывает, когда приезжают какие-то коллеги из других регионов, приходится показывать Калининградскую область, поэтому иногда по трое суток спать тоже не удается. То есть вы должны сами себя заставлять не спать, по сути. То есть если смешиваются посторонние люди, то значит вы провалили эксперимент. Да, как правило так. И бывали случаи, когда не проходили это испытание, потому что, во-первых, сложно не уснуть. Во-вторых, наш мозг, если он не имеет даже минуты сна, не может отключиться, перезагрузиться, он начинает вести себя очень странно. То есть больше трех суток, в принципе, это недопустимо. То есть могут пойти необратимые уже изменения. Но и через ночь, кудве, мозг уже не позволяет претенденту так сильно контролировать себя перед лицом психологов, и начинают проявляться те, может быть, черты характера, которые хотелось бы скрыть. И галлюцинации, наверное, да, какие-то? Да, галлюцинации тоже могут быть, но вот это как раз-таки неприемлемо. Если у человека появились галлюцинации, значит, он не сможет. Сергей, а вот если, допустим, какое-то такое вкрапление интервью-портрет сегодня сделать, да, вот вы говорите, что есть такие черты характера, которые предпочтительно прятать. Вот вы бы какую свою черту спрятали? Ну, я бы не стал ее здесь распрывать. Иначе услышат, и все. Да, на самом деле, что касается психологов, это, наверное, одно из самых таких сложных испытаний в ходе отбора, потому что не совсем понятно, что от тебя ожидают. Они не предъявляют каких-то требований, что ты должен быть таким, таким, таким. Они просто смотрят, у них есть какие-то внутренние свои документации, мы об этом не знаем, просто нужно быть собой. Они смотрят, такой человек, то есть он может быть в пределах нормы, но либо он подходит для космоса, либо нет. Конечно, приветствуются общительные люди, сангвиники по темпераменту, которые очень сильно мотивированы, без мотивации стать космонавтом будет очень тяжело. И способны преодолевать все вот эти вызовы, которые нам выпадают, и обладать большим терпением. Потому что вот в среднем 10 лет в отряде до полета, 10 лет такой напряженной работы, когда ты находишься максимально на пике своей работоспособности, и его надо поддерживать. И понимаешь, что не всегда это заканчивается полетом. Еще не факт, что поедешь. Не факт, что полетишь. Сергей Корсаков сегодня в студии радио «Балтик плюс». Это утреннее шоу «1 плюс 1». Кстати, номер телефона прямого эфира 952-444. Во второй части интервью мы ответим на те самые вопросы, которые вы задавали в социальных сетях. В частности, у меня на странице ВКонтакте. Кстати, что касается свободного времени на МКС. Вы каким-то образом успели записать клип с группой «Ума Турман». И все это дело стартовало в «Кусности», насколько я понимаю. Да, это мне повезло поучаствовать в таком интересном проекте. Первый раз мы записали клип, который был снят и в космосе, и на Земле. Все началось с того, что по моей просьбе на грузовом корабле, в качестве психологической поддержки, мне доставили такую компактную электрогитару, которая весит всего полтора килограмма, потому что очень ограничен вес. С собой можно взять и килограмм личных вещей, и потом на грузовике тебе еще 5 килограммов могут привезти. И информация об этом распространилась в средствах массовой информации. Группа «Ума Турман» заинтересовалась тем, что в космосе есть гитара. И предложили мне записать этот клип. Я, конечно же, с готовностью откликнулся. И, кроме того, повезло, что после съемок фильма «Вызов» на станции годом ранее осталось много киношной, качественной, профессиональной аппаратуры. И мы использовали кинокамеру для съемок фильма. Ну, потребовалось, конечно, много свободного времени вставать пораньше, в 4-5 утра, пока коллеги спят, чтобы не мешать им выполнять свою работу. О, я щенячьему восторгу нашему вообще нет предела. Мы уже тут Сергея забросали этими глупыми вопросами, на мой взгляд. Ну, они такие интересные. Кстати, можно я сразу в догонку? А вы мечтали стать космонавтом вообще? Да, я в детстве мечтал быть космонавтом. А, ну, слава богу. Я бы удивилась, если бы вы хотели агрономом вдруг стать, и такие, ну, космонавт, вот так. Тот самый редкий случай, когда мечта сбылась, на самом деле. Сергей Корцаков в студии «Радио Балтик Плюс», космонавт совсем недавно с МКС. Вот те самые вопросы, которые задают в социальных сетях жители Калининграда. Да. Наталья Орехова пишет вам. Какие сны снятся в космосе? И не надоедает ли космическая еда вообще? Что такое космическая еда? Что она из себя представляет сегодня? Ну, начнем со снов. В космосе спится очень хорошо. У нас нет кровати. Есть только спальный мешок, который подвешен нашей каюте, который представляет собой такой шкаф метр на метр. Но при этом нет матраса, который бы тебе давил необходимость ворочаться. То есть ты спишь, паришь в невесомости, поэтому сны тоже такие легкие, воздушные. Ну, конечно, снится всегда земля, родной дом, родные, близкие люди. А вот уже по возвращению начинает снится космос, когда ты оказываешься на земле, и тебе снится, как ты летаешь снова в невесомости, по станции вспоминаешь это. Еда на станции сейчас довольно вкусная, разнообразная. Мы не используем сейчас тюбики, так как было раньше, потому что для длительных экспедиций гораздо удобнее доставлять еду в специально подготовленном виде, в сублимированном, когда из нее удалена вся влага в условиях вакуума, низкой температуры. То есть готовый продукт, например, борщ или рагу, который на специальном комбинате приготовили, его таким образом высушивают, запечатывают герметичные пакеты, доставляют на станции, где она может, во-первых, занимает мало места, небольшой вес имеет, не портится. И на станции есть у нас вода, и мы разбавляем горячей и холодной водой, получаем свежее, как будто только приготовленное блюдо. И такой рацион рассчитан на 16 дней, через 16 дней начинает повторяться, поэтому месяца через два уже немножко поднаедает. Хочется больше разнообразия, поэтому мы начинаем обмениваться едой с нашими коллегами с американского сегмента МКС, набираем буквально мешок еды, как Дед Мороз. Гостевание такое идет. Да-да-да, это очень полезно с психологической точки зрения, когда у тебя обновляется что-то новенькое, попробовать. Но, уважаемые изобретатели, мы тут нашли слабое место, поэтому у вас есть шанс. Пелемешек горячее в космос не завезли, да. И Сергей говорит, что по ним там скучают. Да, этого очень не хватало. Вот еще один вопрос. Сергей Яковлев пишет, это такой знаменитый художник, который огромные картины рисует на домах. Вопрос простой такой. Как отличается скорость вылета пробки из бутылки с шампанским на орбите и на земле? Быстрее или медленнее? Ну, там, и так далее. Что быстрее к потолку прилипает? Пена от шампанского, либо сама жидкость? Такой вопрос. Ну, во-первых, на Международной космической станции действует сухой закон, алкогольные напитки нам не позволяются. Но я думаю, если бы шампанское мы открыли на станции, то вместе с пробкой все содержимое в виде пены сразу вылетело, попробовать бы не удалось, пришлось бы проводить уборку внеочередную. А что касается скорости, я думаю, за счет отсутствия действия гравитации в условном направлении вверх пробка полетит быстрее. Но этого мы не заметим. Слишком небольшое будет отличие. То есть на Новый год никакого даже детского шампанского у вас нет? Нет. Грустно. Еще одна известная девушка калининградская интересуется таким воздушным, легким вопросом. Я бы спросил, загадывали желания в космосе? И вообще это, кстати, работает? Когда звезды падают. Когда я находился в космосе, я пребывал в состоянии исполнения моей мечты уже, и она в режиме онлайн исполнялась, и других желаний такого масштаба у меня не было. Поэтому я смотрел на землю, любовался. Под конец экспедиции уже, конечно, хотелось вернуться к родным и близким. Но при этом желаний именно вернуться на землю у меня не было. Мне хотелось летать как можно больше. Если бы мои близкие могли прилететь ко мне на недельку, погостить, потом вернуться, я бы, наверное, еще прилетал и годик, и больше. Вот еще вопрос, которого ждали, конечно же. Есть ли инопланетяне? Непосредственно зеленых человечков не удалось увидеть или летающую тарелку. Но когда наблюдал звездное небо, действительно были такие объекты в виде светящейся точки, которые по совершенно непонятным мне законам и траекториям летали. Я не смог это для себя объяснить. Люди, с кем я это обсуждал, тоже удивлялись. Но, может быть, конечно, это все списывали на мое психологическое состояние. Космонавты не очень любят рассказывать про инопланетян, боятся, что сейчас уже не отправят в космос. Поэтому с осторожностью действовал. И вот такой первый вопрос из народа к Гагарину. Он был таким, Бога видел? А если бы у вас спросили, что бы вы сказали? Ну, такой наивный вопрос. Конечно, невозможно увидеть Бога, будучи в космосе. В большей степени, чем будучи на Земле, его сложности представить в виде старичка с бородой, сидящей на облаке. Поэтому космонавтика в этом плане не дает нам больше ответов. Вообще, что сложнее, улететь в космос или вернуться из космоса обратно на Землю? Это какие-то такие технические условия, да? Сложные. Ну, если с точки зрения организма человечества, то вернуться гораздо сложнее. То есть, когда мы прилетаем в космос, организм чувствует себя очень хорошо, вольготно. То есть, мышцы не напрягаются, можно полностью их расслабить. Сердце работает в полсилы, не надо качать кровь, преодолевая действия гравитации. И мы просто расслабляемся. И это очень опасное состояние после возвращения. Если не проводить меры профилактики, то уже на Земле существовать будет невозможно. Атрофируются и мышцы, и кости, и сердечно-сосудистая система. Поэтому с первых дней у нас 2,5 часа в день это спорт, как профилактика. Мы занимаемся на беговой дорожке, очень активно. На самом деле, космонавты, как правило, даже более накаченными становятся в космосе, чем на Земле. Потому что каждый день, 2,5 часа, без каких-то, не позволяя себе слабостей, нужно отработать. Вот скажите, пожалуйста, для вас лично, почему вы больше скучали в космосе? Понятно, близкие, родные, да? Ну вот есть какой-то там, вот я не знаю, любимая карамелька какая-то, грубо говоря, да? Или там, я не знаю, какой-то теплое одеяло. Ну это я совсем утрирую, но вот есть наверняка какой-то предмет, может быть. Очень в космосе всем не хватает ощущения текущей воды, потому что в космосе вода ведет себя вот таким интересным образом, это супер необычно, да, с этим играть, показывать по видео всякий эксперимент с водой, но не хватает ощущения принять душ или окунуться в море, когда вот вода не скапливается на тебе в виде таких шариков, а стекает с тебя. В общем, те, кто собирается сейчас только в душ, наслаждайтесь, вам рекомендует космонавт-испытатель. А когда вот падаешь на Землю в этой, как там правильно называется, такая коробка, да, маленькая, капсуле, да? Вообще, какие чувства в этот момент? Ну, это потрясающее чувство, вот сравнимое с тем, что я испытывал при старте выведения. Это тоже такой опасный, на самом деле, динамичный процесс. Сначала космический корабль должен отстыковаться безопасно от станции, выдать правильно тормозной импульс, чтобы уже устремиться к Земле, потом разделиться на отсеке, и остается только капсула, спускаем аппарат, который начинает после входа в атмосферу тормозить свою первую космическую скорость, около 8 км в секунду до десятков метров в секунду, когда можно открыть парашют. То есть, это колоссальное количество энергии, которую нужно куда-то одеть, она переходит в нагрев. То есть, мы летим в облаке огня, плазмы, это все хорошо ощущается, тряска, вибрации, и потом уже раскрытие парашюта, тоже такой сильный толчок, и мягкая посадка, когда срабатывают двигатели. И вот каждый из этих этапов, по сути, очень такой критичный, опасный. И большинство катастроф, которые происходили в космосе, именно на этапе посадки, к сожалению, произошли. Но, тем не менее, ощущение такого возвращения домой присутствует. После полугода на станции ты понимаешь, что миссия выполнена, задание выполнено, и ты уже летишь домой. И осталось несколько таких волнительных моментов. И люк откроется, и ты уже увидишь своих знакомых, близких людей. Вернулся домой и приехал в Калининград. Не калининградец, между прочим, хотя у нас много калининградских своих космонавтов есть. Сергей Корсаков, только что буквально с АМКС. Спасибо, что пришли. Спасибо вам большое. Спасибо, что украсили наше утро. Спасибо, что пригласили. Был очень рад пообщаться с вами и с радиослушателями. Спасибо. Спасибо.